друзья всем огромный привет мы снова сделали коллаборации с вадимом и решили сделать небольшую распаковочку новинок для вас друзья всем огромный привет я рад оказаться вновь на борьбе нам канале спасибо в который раз за приглашение вот да сегодня сегодня пошуршим всякими осенними крупными штуками ну и начнем мы на самом деле у нас всего две штуки вот но какие конечно же вожделенный фумидус от про фумом рома и он идет без следы поэтому сразу открываю буквально пару слов расскажу пока борис занимается вскрытием собственно говоря про фумом рома это очень хороший очень качественный итальянский нишевый дом который базируется в риме у них там огромный бутик их основная фишка заключается как раз таки в том что эти ароматы вот на максимум возможного состоят из натуральных компонентов моей коллекции был всегда только один про фумом рома это aqua viva это самые жизнерадостнейшие абсолютно лимоны которые только могут быть но очень достойный это амбровые парфюмы у них плюс очень 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 красивая тундра и кто любит гурманику вот вам туда сариса конфета там можно найти самые шикарнейшие ароматы на тему гурманики да ну этот аромат я думаю что все таки не про гурманику насколько я смог понять читая вычитывая километры отзывов читаем между строк спрашивая всех кого можно спросить к сожалению этот аромат ни у кого наличие то и не был поэтому покупочка да снова вслепую руководствуясь отзывами и личным чутьем скажем так назовем это сейчас и посмотрим как чутье и работы да нет страшно страшно но потому что ароматы и про фумом рома они априори да очень дорогие то есть в среднем ну самое дешевое что их можно найти это грубо говоря там тысяч от 15 17 вот как раз умидос к этому к этой категории относится основной срез до всех гурманских интересных и прям таких до популярных ароматов у бренда все начинается 25 тысяч конечно же это дороговато но такие вот история скрывай дорогой друг одевай пшикал немножко об аромате аромат 96 года 90 друзья 1996 год то есть о чем говорит если аромат до сих пор выпускается но как минимум он востребован я еще держу как раз таки коробочку потому что более ничего не сказал про комплект я начальна когда приезжает до флакончик он закрыт технической крышкой как у сержа и плюс внутри еще пробочка так что давай доставай пробочку из внутряночки также идет классика жанра сменный спрей но спрей здесь просто феноменальные они просто брызжут аки и бронз бой и как всегда у прохумом рома в комплекте идет малюсенькая безумно красивая алюминиевая вороночка ой какая прелесть и travel atomizer на 8 миллилитров чисто именно роликовый но честно вот сколько раз у меня были прохумки не знаю не пользуюсь я имя потому что во-первых роллера не люблю но приятно все равно получить на халявку приятный бонус так что вот такая шикарная комплектация на самом деле ну одевайте пожалуйста все как у сержика сделано очень мило ну что ж ну да тот самый момент друзья за тестов у мидаса да ради чего собственно мы и занимаемся на кожу сразу наноси на свою на кожу да конечно страшновато чему чему быть того не миновать ну что я аромат уже пошел но пахнет пахнет парни а я на я вошел с вас с вашего позволения нанесу все-таки на блатер для себя а ребята мне мне нравится я слушай то просто восторг через серьезный я просто но убить и вред одна из моих тоже любимых нот я обожаю ветер во многих проявлениях от начиная от энд карнуар и наверное заканчивая ветер мне казалось что именно ветер да тут главенствующий ветер я сейчас кстати говорил фумидас то мне казалось это про пачули с дегтем ветивер березы и виски вот такая пачули даже нет 3 пирога но они скорее всего есть могут заявлены ноты вот такие но для меня это пахнет чисто вот этим дегтем березовым очень это знаете ребята это костер это костер который вот может быть его даже чуть-чуть так притушили но не до конца то есть вот когда шашлычки мы готовим но без ароматами снова естественно это вот как пахнут сами вот эти угольки если их чуть-чуть так водички так вот приливать а я за тебя перебью и скажу что наоборот знаете это вот лично для меня с блотера по крайней мере пахнет вот словно ты всю ночь пробухал около этого костра ты в каком-то походе а вот потом ты приезжаешь в город и от тебя шмонит вот этим вот всем вот то есть вот таким дымностью то есть как будто от вещей так пахнет я бы сказал бы так скорее можно и так сказать но дым дымность на самом деле прямо она очень такая хорошая кто любит дымные уже вкуснее чем с блотера с кожей всегда вкуснее с блотера да он он здесь прям дым дым а там есть какая-то более плоский какой-то вот с бумажки более приятная грань короче мне нравится что тут расскажешь я его еще не разнашивал на самом деле ну вот ну по первому то что я хотел я получил а хотел я именно такой вот интересный ветивер может быть с какими-то такими копчеными обертонами и здесь вот это все есть ребят я я от себя скажу что конечно такого плана ароматы мне бы он был не нужен априори но я не люблю такое я уже это перерос а вот но для тех денег которые фумидус сейчас стоит везде я считаю что это очень хорошо плюс ну какая красота про фумом рома я не знаю вот эстетически как бы мне нравятся эти флакончики вот и все оформление и латынь здесь и черта лысого не знаю очень красиво и я надеюсь что у тебя это кстати порадует этот аромат меня он уже самое интересное что он вынашивал его почти что три месяца он страдал ходил как же мне надо ну вот стоило дождаться осени и скорее не как же мина а надо ли мне или не надо вот так такие были терзания он интересный он интересный это не он чем-то вот да вот там на фраге очень много отмечают что похож на энкорнуар мне тоже вот как-то не очень похож то есть энкорнуар там больше земли мне кажется сырости такой а здесь он именно дым сухой прям дым ты понимаешь в энкорнуар больше слышится именно ветивер а здесь больше слышится деготь по крайней мере в старте то есть ты слышишь сначала березу а потом только где-то возможно там тусуется бухло с ветивером для меня лично это в первую очередь дымный аромат и именно дегтярный и если сравнивать с энкорнуаром то это больше похоже на версию экстрем кстати говоря ребят как она она более сухая дымная но здесь вот за счет вот этого я так подозреваю что за счет как раз вот этого вискаря она более такое вот сбалансированное что ли но более интересное не не то что сбалансированное неправильное слово просто более какое-то вот интересное звучание может быть я просто уже немножко так вот под зажрался вот всеми этими энкорнуарами но схожесть определенные есть но здесь больше дыма больше копоти и он просто-напросто для меня вкуснее вот пока а я еще тебе скажу заранее что это будет еще и очень стойко и очень громко потому что парфюмом рома они все такие то есть я не знаю про фумом рома ни одного легкого парфюма который в этом слетел очень быстро или прочь там даже цитрусы вот эти мои любимые они сидят там там 68 часов почему они орут короче я считаю что фумидус именно как осенняя покупка до глобально это очень крутой вариант это интересно это мишева с обратной стороны тоже тут все очень дорого богато все как мы ходим среди любим так ну а второй аромат на самом деле он такой абсолютно неожиданный потому что это была импульсивная моя утренняя покупка забежал я так сказать просто с утра пораньше воскресное утро именно просто в яблочко и попался мне в наглазки devil in disgust от марка бакстона почему я его купил все предельно просто сегодня был клиентский день бренда и соответственно на него были сегодня по моему просто 50 процентные скидки и плюс на самом деле у еще огромное количество было бонусов на счету короче этот парфюм не вышел ну просто за сущие копеечки поэтому своих любимых консультантов на стоишь если вдруг узрешь просто порадовал утренними продажами а дальше так сказать разберемся надо или не надо так по поводу марка бакстона кто помнит у них до этого были флакончики в другом исполнении сейчас все более черная и честно мне вот это этот вариант нравится намного сильно больше потому что до этого был просто прозрачный флакон с зеленой полосочкой здесь по классике как всегда перечисление всех ароматов тут же тебе еще и ноты написаны конкретно здесь и внутри у нас прячется вот такой вот пупсичек тоже очень красиво флакон не поменялся просто до этого он был прозрачный здесь была зеленая наклейка и собственно с неймингом и прочее это одно и то же получается я думаю две версии но на фраге и идут две разные страницы у них ну может самый интересный честно не знаю потому что к марку бакстона и всегда был достаточно спокоен как бы ну тут за недорого чего же не взять вот а так флакончики вполне себе лаконичные и приятные так наносим что здесь у нас по ноточкам в верхах у нас должны быть ревни вместе с имбирем то есть достаточно яркий стак который дает ошибочное восприятие чего борис работ нет конопли конопли которая здесь нет но действительно здесь конопля ну то есть ее здесь нет как таковой но я в который раз и на своем канале теперь наборе нам скажу что собственно ревни конопля на самом деле делается из одного арома материала поэтому если это ошибочное восприятие но когда верха под уходят дальше у нас будет прятаться пачульки с мускусом очень вкусно я уже сейчас могу сказать я хочу пачульки с мускусом и белые цветы он будет очень занимательный единственное что по опять же таки старым воспоминаниям по старым версиям я могу четко сказать что ароматы бакстона достаточно спокойные они не кричат и они не очень стойкие но опять же таки это возможно просто воспоминания потому что подходы к нему делал ну очень давно просто сейчас нынешнем настроении такой черный малыш мне кажется ну хорошо очень хорошо и название это отдельная тема название как приводится у нас дьявол типа восхождение дьявола или что такое нет нет возрождение не возрождение мы чтобы сейчас приводили уже зазовы скрытый дьявол или что-то такое или сделала детали да 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 то есть вот но дьявола пока не слышно возможно потом раз в раскрытии проявили совсем то есть все равно канатка канателечная очень вкусный вот действительно вкусный аромат может быть даже в какой-то знаете степени в хорошем смысле этого слова по люксовому вкусный но не сказал бы а на что его нет я к тому я к тому что он всем понятен будет я это не устаю повторять просто ниша бывает разная допустим фоминдус да и вот это далеко не всем понятен будет а вот эта вещь она будет всем абсолютно понятно и всем понравится ну не уверен насчет всем понравится потому что потому что да потому что кисленькая она слишком достаточно а он может быть потом преобразуется еще надо понаблюдать за ним кислинка да есть определенная смотри это переводится дьявол под прикрытием вот но кислинка понятно почему если сравнивают его извините с кински но не не похож конечно кински я не пробовал мне кажется сигначу от аеда с 90 см стартом скажу что да возможно что-то из или из кили на двойку не похож это точно ком де горсон короче я считаю что как импульсивная небольшая какая радостная покупочка воскресного утра чисто в осень я думаю что возможно мне даже будет и хорошо очень симпатично что там указано мне прям фрукты какие-то слышится там 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 нет фруктов нет там верхах ревень из ревень и имбирь но вот магнолия может быть она такой дают магнолия сырая сливочная обычно вот сливочно сырая с имбирем с неролями это все какой-то такой фруктов дает потом я фруктов особо не чую но я слышу именно конопляность конопляность она сама такая слегка но в целом аромат свежий очень мне просто нравится тоже свежий аромат а не всегда к месту как мне кажется я считаю что это прикольная покупочка ни об чем и весело и задорно мне поздавлю такого профиля не было поэтому свеженький да ну я не сказал что за счет нероли мне кажется нероли они все-таки делают его таким вот эти колонистым я не сказал им для меня этот аромат ну вот он звучит так же как килия на этот господи смог of the soul они поможем нет нет там прям идет сухой такой сердцем с таким сухой такой сухотравность уходит здесь сухого ничего не слышу я и сырого здесь ничего не знаю вот он как раз такой сливочный сыроватом случае я разношу расскажу тебе потом тоже налью поделишься да он у тебя даже атомайзер есть правом ромовский потом фирменный я не могу почему пусть лежит зачем просто так логика короче давай подводить итоги понравился ли тебе фумидос да и кстати сейчас уже меняется меняется я слышу пачули пачули там есть сто процентов там гораздо больше нот я в этом уверен указано всего три и береза сейчас вот так вот этот вот береза она прямо выплывает в начале березы не слышал мне тоже фумидос понравился но я конечно того и я хочу сказать что ничего из того что там писали вот такую ядреного до что прям бежать хочется от него да нет ничего такого нет если вам подобного профиля ароматы нравится в принципе если вы любите ветивер то вам однозначно это аромат зайдут а я как всегда скажу одно и то же не слушайте никого у вас есть свой нос свой вкус свои предпочтения и соответственно что одному какашка то вам вкусняшка да и желательно не повторяйте за нами наших таких вот экспериментов лучше все-таки чего будет но извини попробовать есть только возможность в тех кто живет в москве согласен форма исключительно если есть возможность а вот так как мы деревенские мальчуганы можем покупать только следа даже нигде не представлен про фумом ровно эти сказал он в москве только в туме и в пейшн бьюти где еще пробовать я собственно в москве это их и пробовал и вот он фумидос мне почему-то я вот не запомнил даже сейчас переслушав его еще разочек я его ну не вспомнил хотя может быть я просто его пропустил когда мне сказали что это дёготь ну и собственно говоря дьявол прикрытием от бакстона мне кажется как осенняя вкусняшечка такая я бы назвал его знаешь что вот ну но кстати да он больше такой осенний свежачок типа знаешь такой лайтовый вариант на прогулочку и знаешь что мне еще напомню итальянский нишевый дом то вот который мы сейчас активно тоже маленьких флакончиках которые у меня есть много чего угадай-ка сейчас посвящение фредди меркури там хомо элеганс аромат что то есть что то есть там там тоже коноплюшечка заявлю здесь не заявлено конопля вот разница там она заявлена изначально и там есть как раз по моему ананас пирамиде вот как раз мы такую фруктовость ярко дает здесь нету фруктов прямо заявлено но тоже такой фруктовый идет актончик не так вкусно наверно миллилитра его ну чисто по поюзать именно в момент такой вот осень и попробовать немножко не фирменным ладошки нальешь так и поеду домой подъем все уже все все уже ушло ушло вот эти какая красота она неудобная красота . да я знаю потому что она шариковая дело не шарики здесь надо вот эту пипку еще и вынимать то есть она даже не закручивается но просто приятно что она есть спасибо что положили так ну что я думаю что это очень удачные покупочки надеюсь мы вас немножечко повеселили с борисом вот таким сумасбродством друзья спасибо что вы со мной спасибо что вместе с нами сегодня всех рады видеть всех любим всем пока забывайте подписываться на борин канал на мой канал поставить лайк этому видео и написать комментарии по теме знакомы ли вы с про фумом рома как брендом знакомы ли вы с марком бакстоном да да не забывайте любая активность это огромный плюс в карму вам и всем приятно друзья живое общение живое общение все носим мы хочу попрощаться хотим попрощаться пока пока пока